Итак, переходим к новостям спорта. Сегодня наша Байкал Энергия принимает новосибирский Сипсильмаш. Игра идет на стадионе Труд. Сейчас на связи со студией находится наш спортивный обозреватель Алексей Шипенков. Алексей, добрый вечер. Мы ждем подробностей о каком-то нереальном просто счете на табло. Ну и, конечно, надеемся на чудо в прямом эфире вместе со зрителями. Добрый вечер, Наташа. Не знаю, какого чуда ты ждешь в прямом эфире, но я тебе могу показать мяч, который стал 11-м забитым Байкал Энергии в этом матче. Отличился Александр Баздарев. И счет стал 11-3 в пользу Байкал Энергии. Буквально за несколько секунд до нашего прямого включения матч закончился. И это главный результат, что Байкал Энергия победила. Хотя, наверное, никто, в принципе, не сомневался, что иркутяне одолеют новосибирский Сипсильмаш. Очень сильно разный статус и уровень команд. Впрочем, Байкал Энергия могла бы удивить, как она удивила в гостевой серии, когда уступила сыктывкарскому строителю в гостях с отсчетом 4-3. Поэтому эту игру с Сипсильмашем, конечно, многие болельщики ждали с неким волнением, потому что наши могут играть хорошо с лидерами или на уровне хорошо играть с лидерами. Но со слабыми командами или чуть-чуть ниже по классу, не слабыми, а чуть ниже по классу, могут выдавать чудеса в кавычках. Но сегодня такого «чуда» в кавычках не случилось. 11-3 уверенная победа Байкал Энергии. И что можно сказать, что сегодня на матч вход был бесплатным. И это, наверное, не сильно повлияло на посещаемость. Чуть больше 1100 зрителей пришло сюда, на центральный стадион Труд. Это первый матч на Труде в этом сезоне. И не знаю, что еще надо болельщикам. Возможно, после этого разгромного счета на следующую игру с Кемеровским Кузбассом, которая пройдет 30 ноября здесь же на Труде, в субботу болельщики потянутся, потому что надо поддержать все-таки Байкал Энергию. Сейчас уже хоккеисты покинули поле, ушли в потрибуны и помещения. А вот болельщики, я сейчас хочу показать, болельщики потихоньку покидают трибуны стадиона. Еще раз говорю, что их было чуть больше 1100 зрителей. Ну что, у меня на этом пока все. Еще раз говорю, что вот этот гол в прямом эфире мы не показали, зато мяч, который стал 11-м забитым, я вам продемонстрирую. Наташа, у меня все. Алексей, спасибо большое, мы поздравляем нашу команду с победой и, конечно же, внимательно следим за играми Байкал Энергии. Ну а у меня на этом все, оставайтесь на Аисте. Субтитры сделал DimaTorzok